В эфире новости Карелии в студии Анна Касьянова. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных темах к этому часу. Так что такая ситуация? Страшно? Надо прививаться? Туризм без риска. Сотрудники турбазы «Черные камни» коллективно привились от коронавируса. Вы знаете, я была просто счастлива, можно сказать, потому что для меня этот город очень дорогой. Здесь выросла вся семья наша. В Петрозаводске отметили почетных граждан. Также можно обратить внимание, что у Святой Милосердия есть повязка. Повязка надевалась не всегда, а только во время исполнения своих прямых обязанностей в больнице или в госпитале. Лучший костюм начала 20 века, как в Карелии одевались 100 лет назад. Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова назвала Карелию в числе 10 регионов, где превышен средний уровень заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 4 летальных исхода от коронавируса. За этот период инфекция выявлена у 148 жителей республики. Из них 144 были не привиты. Предприятия и организации республики начали массовую вакцинацию своих работников. Накануне прививку от коронавируса сделали сотрудники турбазы «Черные камни» в Сартовальском районе. Вакцину «Спутник Ви» в объеме 100 доз в туристический комплекс привезли из Петрозаводска. О том, как бизнес противостоит пандемии и может ли массовая вакцинация организации стать трендом, расскажем в нашем сюжете. Первым привился от коронавируса владелец базы отдыха «Черные камни» Игорь Лейтис. Так сказать, мотивировал всех своих сотрудников личным примером. Игорь Михайлович рассказывает, что переболел ковидом в легкой форме в ноябре прошлого года. Сейчас тест показал, что антител к вирусу в организме уже нет. Самое время для прививки. Пусть громко будет сказано, но это гражданский долг, наверное, каждого. Потому что, ну, мы должны думать не только о себе, что вы можете кого-то заразить, от вас кто-то может заразиться. У меня пять человек знакомых, вот за год умерло в Петербурге. Для сферы обслуживания это даже важно вдвойне. Если вы работаете там один на машине или один там где-то у станка, это одно. А когда вы в коллективе, это совсем другое. Выездная прививочная бригада врачей из Сартовальской ЦРБ. Вакцина из Петрозаводска. Ее привезли на турбазу с соблюдением всех требований к температурному режиму. Для того, чтобы сделать прививку всему персоналу «Черных камней», руководство турбазы договорилось с медиками. Так совпало, что это произошло еще до того, как вышло распоряжение главы Карелии о введении в республике паспортов коллективного иммунитета. Я прекрасно понимаю руководителя данного комплекса и заботу его о своих сотрудниках и необходимость эту. И, безусловно, это очень важно. Социальная ответственность перед собой, перед своими работниками и, конечно, перед населениями. Сотрудник турбазы Алексей охотно поделился, почему решил вакцинироваться. Сам он коронавирусом не болел, но среди родственников есть те, кто эту болезнь перенес. Так что такая ситуация? Страшно? Надо прививаться? Что? В общей сложности на базу доставили 100 доз вакцины. Руководство туристического комплекса обеспечило место хранения вакцины с соблюдением необходимых условий. Врачи планируют вернуться сюда через три недели, чтобы обеспечить сотрудников второй прививкой. Специалисты надеются, что массовая вакцинация сотрудников базы отдыха «Черные камни» станет положительным примером, которому последуют и другие организации. Медики готовы и дальше проводить выездную вакцинацию, а также массово вакцинировать коллективы в прививочных пунктах. Алексей Неживенок, Сергей Беляев. Служба новостей. Сартовальский район. Сегодня у памятника Петру I на набережной Петрозаводска состоялась торжественная церемония чевствования почетных граждан Карельской столицы. Глава города Владимир Любарский и исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич вручили лауреатам ленты, знаки отличия и свидетельства. О том, кто получил самую высокую награду в Петрозаводске и чьи заслуги в развитии города были отмечены, смотрите в нашем следующем сюжете. Сегодня Петрозаводск чествовал лучших горожан. Ими стали Аркадий Рудгайзер, известный в республике врач и Наталья Вавилова, директор Музея изобразительных искусств. Церемония вручения высокой награды почетный гражданин Петрозаводска состоялась в символичном месте – у памятника Петру I. Мы видим памятник Петру, основателю нашего города, создателю его истории, а сегодняшнюю историю этого города творите вы. Почетным гражданам Петрозаводска глава города Владимир Любарский вместе с депутатом Петросовета Александром Ханцевичем вручили ленты, знаки отличия и свидетельства. Для Аркадия Рудгайзера новость о том, что теперь он почетный гражданин, стала настоящим сюрпризом. Более 30 лет он проработал в городской поликлинике номер 2, а также занимался законотворческой деятельностью в сфере здравоохранения. Вы знаете, для меня, конечно, это было настолько неожиданно, я не знаю, кто и когда, так сказать, мою кандидатуру выдвинул, но для меня действительно по-настоящему было неожиданно. То, что я признан сегодня почетным гражданином нашего замечательного города, я считаю, что это звание заслужил весь коллектив городской поликлиники номер 2. А при Наталье Вавиловой музей изобразительных искусств стал современным и технически оснащенным музеем, центром притяжения культурных событий города. Вы знаете, я была просто счастлива, можно сказать, потому что для меня этот город очень дорогой. Здесь выросла вся семья наша. Дарить людям прекрасное – это высокая миссия и большая ответственность. После завершения церемонии и вручения знаков отличия на набережной Петрозаводска стали развиваться флаги. Почетные граждане вместе с Владимиром Любарским и Александром Ханцевичем, ветеранами и жителями города, торжественно возложили цветы к памятному знаку моряка Манежской флотилии. В честь 77-й годовщины освобождения столицы Карелии от фашистских захватчиков. Наталья Ильина, Сергей Беляев, Служба новостей. Сегодня в столице Карелии состоялась церемония вручения серебряных медалей выпускникам городских школ. Мероприятие прошло на открытом воздухе. На вручении присутствовали родители выпускников и руководители учебных учреждений. Свои медали и памятные грамоты ребята получили из рук главы Петрозаводска Владимира Любарского. И в этой награде любовь ваших родителей к вам, усилия, которые вложили в вас педагоги. И самое главное, тот упорный труд, которым вы сами лично добились того, что сегодня здесь будете получать медал. Мы все за вас очень рады и искренне вам желаю. Будьте счастливы. Аплодисменты серебряным медалистам 2021 года. Жители Петрозаводска научат пользоваться онлайн-услугами пенсионного фонда. В этом готовы помочь студенты Петрозаводского государственного университета. Сейчас они проходят практику и обучают посетителей работать с сайтом фонда в дистанционном формате. Разобраться, как получить ту или иную услугу через сайт пенсионного фонда карельским пенсионерам помогают студенты третьего курса ПетрГУ. Сегодня большинство операций можно оформить через личный кабинет или на портале госуслуг. Старшее поколение не всегда легко справляется с задачей. Студенты-волонтеры в помощь. В одном из петрозаводских отделений пенсионного фонда на улице Чапаева практику проходят четверо ребят, учащихся Петрозаводского госуниверситета. Наша задача является ознакомление в первую очередь граждан с сайтом государственных услуг, помощь в подаче заявлений, распечатывание различных справок и консультирование. Люди достаточно активно ходят и им нужна поддержка, им нужна помощь. Каждый день за помощью к студентам-волонтерам обращаются в среднем 20 человек. Я пришла в пенсионный фонд зарегистрироваться на сайте госуслуг, чтобы получить возврат денег за проезд к месту отдыха. Очень удобно, очень понятно все объясняют. Сегодня пенсионный фонд России предоставляет более 50 услуг и все больше жителей нашей республики предпочитают подавать заявления именно в дистанционном формате. Республика Карелия отличается в Российской Федерации, входит в пятерку регионов, где граждане обращаются в электронном виде, в дистанционном формате. И, к примеру, основные услуги, такие как заявление на назначение пенсии, на материнский семейный капитал, процент обращения составляет более 90. Юлия Бараева, Владимир Волотовский, Служба новостей. Восьмилетний ребенок попал под машину во время игры во дворе. Инцидент произошел минувшим вечером у дома номер 25 на Первомайском проспекте в Петрозаводске. Водитель не заметил ребенка, который выбежал из-за стоявшей машины и сбил его. Восьмилетний пешеход получил травмы, ему назначено лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются. Сотрудники госавтоинспекции Петрозаводска призывают водителей быть внимательными при проезде дворовых территорий, а родителей следить за своими детьми, а также объяснять им правила безопасности на дороге. Бетонные плиты на Онежской набережной будоражат фантазию петрозаводчан, а на Валаам не будут пускать антипрививочников. Об этом и не только расскажем коротко. Наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря сообщил об обязательной вакцинации всех живущих на его территории. Для приезжающих волонтеров обязательным будет ПЦР-тест. Отказывающихся сделать прививку, по словам епископа, удалят из монастыря. 26 июня в 12 часов в Петрозаводске на промышленной площадке на улице Зайцева около дома номер 72 начнется граффити-фестиваль. У всех желающих будет возможность в формате тактического урбанизма принять участие в ремонте остановки общественного транспорта на заводской площади. Жители Кимии боятся посещать местное кладбище из-за медведя. Косолапый регулярно сюда наведывается. Люди уверены, животное лакомится угощениями, оставленными на могилах усопших, так как в лесу еще не поспели ягоды. В соцсети горожане обсуждают странное явление. Бетонные плиты на Онежской набережной приподнялись. Кто-то утверждает, что это из-за жары, другие винят мотоциклистов, а кому-то хочется увидеть в этом причастность к Айдзю – гигантского монстра внеземного происхождения. Прощание с известной карельской журналисткой Мариной Кивирьян состоится во вторник, 29 июня, в Траурном зале номер 1 по адресу улица Вольная, 4. Об этом сообщил Союз журналистов Карелии. Марина Кивирьян скончалась в возрасте 46 лет 22 июня в больнице в Санкт-Петербурге. Она работала в Петропрессе, была заместителем редактора газеты «Московский комсомолец» в Карелии, редактором городских страниц, трудилась в интернет-газете «Столица» на Онега, сотрудничала со многими изданиями в республике. На метеостанции Петрозаводска был зарегистрирован новый температурный рекорд за всю историю наблюдений в Карельской столице. Воздух прогрелся до 34,3 градусов по Цельсию. Рекордная жара пришлась на время разгара белых ночей и летнего солнцестояния. Какие неприятности несут для жителей региона такие дни и о том, как можно спастись от небывалой жары, смотрите в следующем сюжете. С конца мая до середины лета в наших краях царит белая ночь. Слияние вечерних и утренних сумерек завораживает и умиротворяет, однако этот период может нанести значительный вред здоровью. Известно, что важнейший гормон мелатонин вырабатывается только в темное время суток. В Петрозаводском госуниверситете в лаборатории Института высоких биомедицинских технологий профессор Ирина Виноградова и ее коллеги доказали, что недостаток мелатонина влияет на риск возникновения онкологии и процесса старения. Плохой сон сказывается на иммунной системе, а этим летом пик белых ночей пришелся на третью волну коронавируса. Это еще один повод задуматься о том, в каких условиях вы спите. Психологи также отмечают, что вместе с нарушением синтеза мелатонина приходит тревожность и стресс. Основная разгрузка происходит в сне, а если сна мало, еще и сон в таких условиях, которые не способствуют именно глубокому сну, то могут появиться некоторые последствия. Добавляет проблем небывалая жара, которая пришла в Карелию на этой неделе. На метеостанции Петрозаводска в минувший вторник температура поднялась до 34,3 градусов. Был побит рекорд за всю историю метеонаблюдений в Карельской столице. Спасаться от солнца помогают жалюзи и рулонные шторы. Преимущество таких изделий по сравнению с портьерами – экономия свободного пространства и легкость в использовании. На рынке много массового продукта, но зачастую изделия сетевого магазина не дают хорошего перекрытия света. При выборе шторы следует помнить – каждое окно индивидуально для качественного затемнения играют роль и даже миллиметры. Хорошим решением являются шторы с блок-аут-эффектом. В Карелии их изготавливает компания «Соло». Устанавливаем боковую направляющую, которая минимизирует поток света. Тем самым добиваемся максимального затемнения. Изделия поглощают 95% солнечных лучей. Очень просты в уходе, имеют специальную акриловую пропитку, которая отталкивает пыль. А специальный текстиль не деформируется со временем. Есть решение и для мансардных окон. Производитель гарантирует качественное натяжение шторы и полную защиту от солнца. Механизм позволяет перекрыть мансардное окно таким образом, чтобы добиться полностью 100% непроникновения света. Можно получить реально хороший продукт, который в итоге будет каждый день радовать. Это важно. Мы как раз и несем эту ценность в нашей компании, чтобы сделать так, чтобы наши клиенты каждый день радовались, когда подходят к окну, пользуются шторками и долгие годы понимают, что они приобрели нужную для них вещь. Продукция сертифицирована, спокойно переносит нагрев, не пахнет и не выгорает на солнце. Ассортимент штор высокий. Есть 400 вариантов цветовых решений. Можно сделать индивидуальную фотопечать. Виктория Швецова, Станислав Шведов, Сергей Беляев, Служба новостей. В музее Кижи прошел конкурс «Лучший костюм начала 20 века». В этом году он традиционно должен был стать частью культурно-развлекательной программы празднования Дня города. Однако эпид-обстановка внесла свои коррективы. Массовый показ пришлось отменить. А вот представить свои работы членам жюри участники все же смогли. Как прошел исторический показ мод в закрытом формате, расскажем в следующем сюжете. Конкурс на лучший исторический костюм проводится ежегодно, начиная с 2009-го. Исключением по понятным причинам стал прошлый. После долгого перерыва организаторы боялись, что интерес к мероприятию поубавится. Однако участников оказалось вполне достаточно. Им есть чем удивить членов жюри. За все эти годы участниками было пошито более 300 костюмов. И у нас есть иногородние участники, есть семейные династии, есть постоянные участники, которые принимают участие из года в год. Новшеством конкурса в этом году стала номинация «Мода больничного городка начала 20-го века». Участники могли выбрать костюм доктора, аптекаря или, например, вот такой костюм сестры Милосердия. Чтобы носить его в начале прошлого века, девушкам предстояло посвятить два года кропотливому труду в Свято-Петровской общине сестер Милосердия. У тех, кто прошел аттестацию и испытания, у них нагрудные кресты. Также можно обратить внимание, что у Свято-Милосердия есть повязка. Повязка надевалась не всегда, а только во время исполнения своих прямых обязанностей в больнице или в госпитале. В других номинациях участники показали костюмы крестьянской и городской моды. Так, например, выглядел традиционный костюм Ингерман Ланцев. Несмотря на некоторые схожие черты, все работы совершенно разные. Примерка конкурсантами образов героев того времени помогает и им самим, и зрителям погрузиться в историю. Это купеческий костюм. Вот я вот на ярмарке была, кое-чего приобрела тут для своих детишек. Да, вот баранки, например, мягонькие, вкусные очень. Игрушки. Без игрушек никак. Чтобы поразить жюри, участникам необходимо приложить немало усилий. Помимо исторической точности, нужно соблюсти аккуратность в самом исполнении работы. Например, на создание этого праздничного девичьего костюма Петрозаводского уезда. Его авторы потратили два года, чтобы все сделать с кариографической точностью. В первую очередь, конечно, оцениваем соответствие костюма хронологическому заявленному хронологическому периоду. И мы изучаем эскизы. Смотрим, насколько эскиз соответствует тому, что уже отшито в материале. Мы также смотрим качество изделия, когда участники подходят к нам, мы можем посмотреть изнанку, мы можем посмотреть любой узел технологический. Это тоже ложится в основу критериев оценки. Результаты конкурса объявят на официальном сайте музея Кижи к началу следующей недели, так как членам жюри необходимо успеть ознакомиться с материалами конкурсантов, принявшими участие онлайн. По словам организаторов, после улучшения ПИД-обстановки, жители и гости карельской столицы обязательно увидят показ всех работ вживую. Анна Касьянова, Максим Зверев, Служба новостей. Карельский фотограф Николай Смирнов заснял на камеру необычное насекомое. Видео с диковинным представителем фауны он выложил на личной странице в социальной сети ВКонтакте. В комментарии к посту автор написал, что встреча с полосатой мухой произошла на Кургане. Поискав информацию в интернете, Николай узнал, что научное название насекомого – рогохвост-гигант. Увы, процессы жизнедеятельности рогохвоста нельзя назвать полезными. Вместе с его отложенными яйцами в деревья заносятся споры гриба, который разрушает древесину. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Для вас работали Анна Касьянова и команда Службы новостей. Всего доброго и до встречи!